привет друзья пока еду домой поговорим немножечко о приседаниях еще несмотря на то что написано уже очень много статей рассказано видео роликах все равно многие люди немножечко еще путаются что где кому нужно ну во первых давайте разберемся вы уже знаете кто следит за моим каналом читает мои статьи книги что есть три вида приседаний чисто качковский когда вы садитесь в полу присед по сути пауэрлифтерский когда нужно чтобы передняя часть бедра было параллельно полу а это значит что бицепс бедра уйдет ниже параллели для того чтобы засчитали попытку и конечно же настоящие глубокие приседания тяжелоатлетические каждый вид приседаний требует своей техники но любое движение в приседе вы должны начинать с увода таза назад даже если хотите приседать в качковском стиле для чего это нужно делать это нужно делать для того чтобы не создать движение как многие начинают со сгиба коленок и у них она продолжается колени уходят вперед друзья колени могут и должны уходить вперед когда вы опускаетесь в глубокий присед тяжелоатлетический то есть если вы садитесь реально достаточно низко то для того чтобы техника оставалась идеальной вам просто как воздух необходимо чтобы коленка ушла вперед но многие думая о том что можно чтобы колени уходили вперед это я делаю вывод разговаривая со своими учениками именно думают о том чтобы коленка уходила вперед об этом думать не нужно если вы будете чрезмерно думать именно об этом то у вас и пойдут колени далеко вперед нагрузка будет смещаться со всей стопы особенно она будет уходить со стороны пятки ближе к носку а это плохо нагрузка должна оставаться целиком и полностью всегда на всей плоскости стопы может немножечко особенно если вы садитесь только до параллели быть в пятки но никогда ни в коем случае она не должна быть в носках что для этого нужно естественно многие говорят и везде во всех современных учебнях в первую очередь говорят что у кого плохо растянут голеностоп не сможет никогда глубоко присесть это тоже неправда а как по-другому развивать свой голеностоп как не приседанием естественно вы должны следить со стороны конечно должен быть тренер но я уже не раз говорил что лучше всего когда вы снимаете себя со стороны немножечко сбоку и сзади тогда вы будете видеть все нюансы техники ведь сколько бы вы не слышали сколько бы вы не читали сколько бы вам не делал наставлений ваш инструктор вы никогда не усвоите это настолько точнее ваш мозг не воспримет настолько чтобы реально в реальном времени это контролировать для этого нужно только увидеть себя со стороны увидеть свои малейшие недочеты тогда мозг как суперкомпьютер чем он является сможет нивелировать все эти негативные части вашей техники но переживать из-за этого не стоит особенно не стоит переживать из-за клевка таза когда вы садитесь очень низко если вы грамотно тренируетесь нарабатываете он уйдет со временем нужно думать о том чтобы позвоночник весь позвоночный стол сохранял все свои естественные изгибы вот что самое главное нельзя перри разгибаться и нельзя скругливаться касательно кивка таза мы уже разбирали этот момент и говорили что для многих он может быть даже будет и необходимым ведь он не просто так у вас подкручивается естественно если вы соблюдаете все нюансы техники на самом деле тот кто садится технически грамотно скажу сразу бодибилдеры часто пытаются сесть в узкой постановке ног в глубокий присед это удастся единицам действительно тем у кого очень хорошо с растяжкой если вы хотите тренировать квадрицепсы то вам достаточно опускаться до комфортного состояния и возможно не обязательно садиться в очень глубокий присед но тяжелоатлетический присед все равно будет оставаться и остается самым приоритетным к чему и нужно стремиться для этого нужно ставить ноги пошире вы видели когда-нибудь чтобы пауэрлифтер садился в узкой постановке ног нет это возможно только в классическом исполнении становой тяги в глубоких приседах так вы не увидите чтобы кто-то работал повторюсь только некоторые супер растянутые культуристы это могут себе позволить но мы с вами среднестатистические люди и должны придерживаться основных правил что самое главное в приседе чтобы не навредить естественно перед тем как переходить на какие-то либо для каждого серьезные веса вы должны быть уверены на сто процентов своей техники нарабатывать ее нарабатывать ни в коем случае не нарабатывать ее в тренажерах этого невозможно если вы начинаете свой путь с тренажеров вам будет сложнее научиться приседать гораздо сложнее я уже объяснял почему потому что в мозге у нас миллион 140 миллиардов по моему нервных клеток представьте сколько они создают между собой связи представьте ведь эти связи нарабатываются и когда вы тренируетесь изолированно работаете на квадрицепс набиться с бедра жими ногами вам будет потом крайне сложно научить ваши мышцы работать совместно комплексно поэтому мне просто смешно когда тренера даже многие уважаемые мной люди советуют начинать с тренажеров это такая безграмотность такой идиотизм вообще отсутствие просто элементарных понятий не бойтесь приседать друзья приседания при хорошем к нему подходе только только вам будут помогать и улучшать состояние вашего позвоночника и будут лучше себя чувствовать ваши внутренние органы приседания вообще так можно было бы назвать не упражнением приседания это жизнь друзья поэтому учитесь приседать многие из вас имеют маленьких детей или у ваших друзей есть маленькие дети неужели вы ни разу не видели как садится маленький ребенок обратите внимание он ставит ножки широко коленки разводит в стороны по носочкам и садится чуть ли не попой в пол понятное дело что у детей растяжка лучше но друзья и вы этому можете достичь если будете тоже делать то же самое грамотно вставить ноги в первую очередь раскрывать пах что это значит посмотрите как приседают самые известные лифтеры да вообще любые лифтеры посмотрите они раскрывают пах они опускаются как бы между ног спинка поэтому у них остается прямой и обращайте тоже особое внимание очередной раз повторю на то чтобы движение не начиналось с коленок будет начинаться движение с коленок вам очень сложно будет в ходе движения перестроиться начинайте движение с легкого отведения таза назад коленки естественно начнут сгибаться и они уйдут вперед ровно настолько насколько будут диктовать коленям именно ваши антропометрические характеристики ведь вся техника в первую очередь будет строится исходя из вашей антропометрии это ведь логично правильно но соблюдая простые правила каждый из нас из вас может делать приседания технически грамотно посмотрите я последнее время очень часто говорю об этом показываю как нужно научиться приседать реально глубоко сохраняя хорошую технику и при этом чтобы нарабатывался еще вот этот прямой позвоночник чтобы не скругляться чтобы поясничка не круглилась все очень просто когда вы разминаетесь первые три четыре пять подходиков делайте с легким весом с приседаниями штанга у вас в руках над головой широкой постановки рук как приседают тяжелоатлеты когда делают рывок обратите внимание они выдергивают штангу вверх и садятся с ней когда она у них над головой вот так делаете где-то 5-6 повторений для разминки можно использовать вообще пустой гриф снимайте себя со стороны поверьте вы почувствуете с первого раза как изменится ощущение вашего тела реально именно изменятся по-другому будут углы по-другому будет двигаться само тело единственное держите штангу над головой и немножечко назад ее отводите ни в коем случае не впереди иначе тогда нарушится все вы почувствуете что значит приседать глубоко в идеальной технике и снимайте это со стороны сейчас у всех телефоны я уверен в россии тоже наверное у всех смартфоны с видеокамерой неважно iphone не iphone камера сейчас есть везде купили за пару рублей треногу и можете снимать себя каждую тренировку по крайней мере в таких упражнениях как приседания становая тяга румынская тяга это все очень важно для того чтобы наработать вот эту технику приседания и не переживайте из-за клевка таза если вы будете стараться будете растягиваться будете придерживаться того чему я вас учу все будет хорошо не будет никаких проблем единственное не торопитесь друзья не торопитесь не нужно навешивать веса на штангу хотите если быстрее прогрессировать чаще приседайте именно для отработки техники на момент когда вы нарабатываете технику можно приседать хоть каждый день все зависит интересно естественно от вашего графика от ваших возможностей как часто вы можете ходить зал поэтому приседания были есть и остаются самым важным упражнением для любого человека в любом возрасте можно и нужно начинать учиться приседать если вы первый раз посмотрите это видео и вы никогда не приседали работали в тренажерах бросьте нафиг все тренажеры остановитесь только на приседаниях поверьте я уже не раз говорил что строение квадрицепса бицепса бедра такое что нет какого-то упражнения на отдельный из кучок передней поверхности бедра до мышца четырехглавая но любое движение чтобы вы не делали заставляет работать мышцу целиком и полностью от начала до конца сверху донизу поперек все четыре пучка все четыре пучка и лучше чем приседания еще пока ничего не придумал и навряд ли будет придумано не стоит изобретать колесо поэтому друзья простые правила подошли к штанге двумя ногами встали параллельно под штангу подсели под штангу выбрали удобное положение грифа лучше если это будет как можно выше но не на шее а именно на нижней части шеи и на начале трапециевидных мышц и на задних дельтах это идеальное положение найдете его сведите лопатки максимально вместе и оставайтесь в таком положении на протяжении всего движения сведенные вместе лопатки это гарантия друзья того что вы не скруглить из да в грудном отделе позвоночника это гарантия того что он останется в таком положении естественном в котором должен остаться вдохнули встали встали значит сняли штангу со стоек один полушаг назад и приставили ногу не нужно ходить обратите внимание сколько лишних движений вы делаете хотя со штангой от стоек этого делать не нужно если вы так научитесь делать когда вы работаете с маленькими весами потом вы можете получить травму только вот из-за этой глупости когда будете переходить к работе с серьезными весами встали проконтролировали еще раз себя желательно чтобы вы стояли не на прямых ногах а коленки были слегка согнутыми и это начальная и конечная точка движения это значит что вы будете вставать только до того момента когда коленки будут оставаться слегка согнутыми ни в коем случае не распрямляйте коленки в замок не переносите нагрузку на коленные суставы этого делать не нужно в первую очередь потому что не нужно снимать нагрузку тем самым с работающих мышц это нехорошо вдохните начните движение с увода таза назад замедлитесь не спешите негативная фаза движения в два в три раза должна быть медленнее чем позитивная прочувствуйте как вы мышцами опускаете штангу вниз не опускается она у вас за счет силы тяжести как большинство делает падает причем в любых движениях нет друзья как вы поднимаете вес точно так же вы должны его опускать мышцами не за счет сил притяжения это очень важно но важно это еще и для того чтобы сохранять технику и чтобы вам было легче вставать да многие думают что если быстро опустить вес то легче будет его поднять на самом деле все с точностью да наоборот вы создаете вектор движения вам потом нужно резко его остановить и потом перенаправить вектор в обратную сторону понимаете какой максимально мощный должен создаться импульс центральной нервной системе чтобы только затормозить этот вес а потом еще придать ему ускорение обратно нет гораздо проще и безопаснее эффективнее сесть медленно как пружина сгенерировав энергию и мощно распрямиться садитесь до комфортного вам состояния чувствуете что у вас начинается что-то не то в технике тело ваше вам подскажет останавливайтесь не страшно что это не достаточно глубокий присед снимайте со стороны и и проанализируйте где что какие ошибки и затем снова сделайте подход вот таким образом изо дня в день из недели в месяц из месяца в год вы станете монстром приседаний и не только приседаний а любого движения хорошего правильного движения со свободным весом какое вы только захотите все друзья зависит только от вашего желания вашего настроя и серьезности подхода к любому действию это ведь касается любой же деятельности не только приседаний не только тренировок вот такой коротенький ликбез получился ставьте лайк обязательно делитесь данным видео со своими друзьями в своих соц сетях и если что-то не нравится ставьте дизлайк но обязательно пишите что не понравилось может быть вы с чем-то не согласны и запомните любого возраста человек любых антропометрических характеристик любой степени сколиоза вообще любой человек который родился и вырос на этой планете может должен и обязан научиться делать приседания делать их еженедельно как минимум делать грамотно от этого зависит ваше здоровье и естественно не забывайте что приседания это основное движение основа основ для жиросжигания и для масса набора ну что друзья всем хороших выходных увидимся как всегда в тренажерном зале спасибо что смотрели и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok